Другая кухня Мука, масло, сахарная пудра, мед, сода, соль, имбирь, какао, яйцо, здесь корица и мускатный орех. Ну и конечно же формочки. Я взяла звездочки и вот эти вот замечательные варежки для варежки, которые прислал нам дом кондитера. Ссылка на магазин дом кондитера будет внизу в описании, так же как и подробный рецепт и ингредиенты. Вмешиваем в одной чашке все наши сухие специи. Это у нас корица, мускатный орех, имбирь, какао. Я добавляю какао чисто для цвета. Если вы хотите получить более светлые печеньки, то вы можете его не добавлять. Ну и конечно же сода и соль. Не бойтесь солить, потому что соль это натуральный усилитель вкуса. И все будет хорошо. Далее мы добавляем нашу муку. Просеиваем и добавляем. Перемешали и отставляем в сторону. Берем масло. Для удобства я порезала на кубики, потому что мы его сейчас будем взбивать с сахарной пудрой. Сыпаем в миску. Она уже подтаяла, она такой комнатной температуры. И сахарную пудру. И в общем-то взбиваем. И теперь добавляем мед. Добавляем мед и яйцо. И тоже все перемешиваем. Ну а теперь добавляем нашу масляную смесь с яйцом, с сахарной пудрой, медом, в специи с мукой. И вымешиваем. Вот такое тесто у нас получилось. Оно немного липкое, не переживайте. Это так и нужно. Отправляем в холодильник его на час. После этого с тестом будет легко и приятно работать. Прошел. Вот оно тесто у нас какое. Сейчас мы его разворачиваем. Берем кусочек и обратно уносим в холодильник. Выкладываем наше тесто на пергамент и раскатываем. Выкладываем на пергамент для того, чтобы потом сразу перенести на противень и выпекать. Так вам будет удобно и печеньки не деформируются, когда вы будете их перекладывать туда-сюда. В общем, сейчас раскатываем и будем вырезать формочки. Вот я раскатала тесто и теперь вырезаю наши варежки. Смотрите, я раскатала тесто тонко и получается у меня где-то 1-2 миллиметра. Вы можете сделать потолще. Это все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Только то, как вы любите. Выбираем лишнее тесто. И тут можно еще подкатать немножечко будет и сделать еще снежинки. Посмотрите, что у нас получилось. Теперь отправляем это все в духовку минут на 5 при температуре 180 градусов. Пока последняя партия печенья допекается, а все остальное уже остывает, мы примемся за айсинг, то есть глазурь для печенья. Для этого нам понадобится яичный белок и сахарная пудра. Это два основных ингидента. Взбиваем белок не до пены, а до однородной массы. Теперь вводим нашу просеянную сахарную пудру и перемешиваем. Вот такой у нас получился айсинг. Теперь я половину переложу в другую чашечку и смешаю с пищевым красителем. Вы можете оставить белым. Я вот половину оставлю белым, а половину сделаю бирюзовым. На самом деле, хочу сказать, на кухне стоит такой аромат, что просто не знаю. Весь дом, мне кажется, пахнет уже этими пряностями, этим печеньем. Такое новогоднее настроение сразу. Ну что, давайте смешивать. Обожаю добавлять пищевой краситель только ради того, что получается такая вот палитра в серединке того, как мы только добавили и уже вымешали. Смотрите, как красиво, какой цвет. Шикарно. Сейчас вымешиваю и будем приступать. Теперь начинаем украшать. Идем вот так по контуру. Я делаю это первый раз. Ручки трясутся, но ничего. Вот так. Можно прерываться. Там потом это все замажется, потому что мы все равно будем делать заливку полностью. И вот так до конца. И теперь начинаем заливать. Оно все само растечется. Нам с вами главное. Вот так всю печеньку прокрашиваем. Дальше все зависит от вашей фантазии. Как вы захотите, так и делайте свои печенюшечки. Кстати, если у вас есть какие-то неровности на поверхности, вы можете смазать водой палец и потом уже пройтись по печеньке. Ну вот и все. Наши печеньки готовы. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Я потратила, ну, достаточное количество времени на то, чтобы сделать каждую из них красиво по-своему. Я старалась не повторяться. Да, каждый раз я придумала новый рисунок, там, отрабатывала. Где-то даже на листочке вычерчивала границы. В общем, я делала все возможное, чтобы сделать очень красиво и очень старалась. Но могу показать, что получилось у меня уже в конце. Когда я уже почти закончила работу, я просто начала делать рожицы, потому что я сделала кружочки. Также у меня получились вот такие звездочки полностью залитые. И некоторые я капельками украшала, что тоже очень классно смотрится, потому что они у нас не растеклись, а вот застыли, вот выпуклые получились. Ну и, конечно же, варежки я старалась сделать как можно интереснее, ярче. И, знаете, вот прям настоящие у меня вот были такие варежки. Я не знаю, мне кажется, у каждого были варежки, на которых нарисованы вот такие снежинки. Это точно, 100%. Еще я использовала, я уже показывала, кокос, как будто у меня варежка уже в снегу. В общем, что я хочу сказать. Запахи стоят просто невероятные по всей кухне. Мне кажется, они уже распространились по всему дому. У меня в комнате точно, потому что она рядом с кухней, и я буду прям спать и видеть эти печеньки. Я очень люблю печь, и мне очень нравится это делать на камеру. Поэтому, если вам тоже нравится, как я это делаю, то поставьте, пожалуйста, мне лайк, подпишитесь на наш канал. В общем, мы делаем все возможное для вас. Еще раз напомню, что вот эту прекрасную варежку, и что потом из нее получилось, эту варежку нам предоставил магазин Дом Кондитера, интернет-магазин. Вы также можете там заказать ее и сделать такие же печеньки, как у нас. Что еще хочу сказать? Еще я хочу сказать огромное спасибо, что вы остаетесь с нами. Всех люблю, целую, пока!